Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео предлагаю вам отзыв на книгу автора Сатьяшет ДАС «Трейдеры, пушки и деньги. Известные и неизвестные в сверкающем мире и деривативов». Иногда на канале выходят обзоры книг по финансам. Одним из последних таких обзоров была книга Александра Силаева «Деньги без дураков». Я рекомендую вам его посмотреть. А сегодня мы рассмотрим книгу Сатьяшет ДАСа. «Трейдеры, пушки и деньги» – это рассказ о том времени, когда автор работал в отрасли деривативов. Это собрание истории о продуктах, людях и странных событиях в этом бизнесе. И сразу же с первой строчки нам встречается такое слово, как «деривативы». Деривативы, если в переводе на русский, это производные. Это фьючерсы, опционы и какие-то другие финансовые продукты. Подробнее про фьючерсы, опционы и финансовые продукты простым языком вы можете прочитать в книге Алексея Маркова «Хулиномика». Обзор на эту книгу также есть на канале. Вы можете его посмотреть. Мы продолжаем. Обычных мужчин и женщин этот мир не очень заботит. Недостаточное внимание прессы ведет к недооценке значения этой отрасли и ее роли в финансах. Каждый из нас подвержен влиянию деривативов. Порой мы сталкиваемся с деривативами, когда инвестируем. Нашими сбережениями часто распоряжаются банки или инвестиционные менеджеры, ведущие операции с деривативами. Деривативы обладают способностью повышать доходность наших инвестиций и помогают управлять риском. Но время от времени деривативы оказываются оружием массового уничтожения, вызывающим крупные убытки, влияющие на рынки инвесторов и банки. И почти до того, как вышла эта книга, не было книг, где доступно разъясняют эту отрасль финансов. Книга не пропагандирует и не порицает деривативы. Она просто показывает, что происходит в реальности каждый день в дилерских залах крупных финансовых центров. Те реальные жизненные драмы и рациональное безумие, которые формируют современные рынки. Книга «Трейдеры, пушки и деньги» предназначена для двух типов читателей. Первый тип – это люди из банковской и финансовой отрасли. Независимо от того, связаны они непосредственно с деривативами или нет. Получат язвительную и интересную книгу. Они узнают себя или людей, с которыми они работали на страницах этой книги. Эта книга также для тех, кому нужно доступное введение в странный и чудесный мир деривативов. Она, возможно, подтвердит их худшие опасения и предубеждения по поводу этих странных инструментов, цель их использования и людей, торгующих ими. Книга опирается на 25-летний опыт автора работы в этой отрасли. Она основана на том, что происходило в реальности, но люди – персонажи, фигурирующие в книги вымышленные. Как человек, который эту книгу прочитал, могу сказать, что автор очень, скажем так, с долей иронии относится к тем людям, с которыми он работал. И он переназывает этих людей, дает им на английском языке говорящие имена. Переводчик в силу своей умелости в комментариях и примечаниях эти имена переводит или объясняет, что же они значат. А автор откровенно смеется над этими людьми. Он называет этих людей, дает им имена либо по внешности, либо по какой-то черте характера. Ну что, собственно, и разукрашивает эту книгу и дает хотя бы небольшой просвет среди кучи терминов и слов на финансовую тематику. Кроме хорошо известных индивидов, названных настоящими именами и эпизодов, указанных как реальные события, все имена персонажа, места и события выдуманные. Персонажи, места и события в тексте используются для литературных целей и не представляют собой реальные факты. Всякое сходство с реальными персонажами случайное и не стоит принимать всерьез. Однако автор, зацепившись за события, которые были в реальности, он моделирует примерно такие же события в других частях света и рассказывает, как это могло бы быть, как бы это могло произойти, но в другом месте, не там, где это было в реальности. С другими людьми, не с теми, которыми это было в реальности. Особенно в память врезается история с валютными деривативами. То есть, когда выпускалица в одной азиатской стране, как рассказывает автор, он говорит, что одна азиатская страна заключила с другой азиатской страной контракт на поставку. Но контракт на поставку заключили в долларах США. А чтобы захеджировать риски, то есть захеджировать риски, это ограничить убытки по контракту за счет валютной переоценки. Как мы с вами знаем, что у нас, по крайней мере, рубль за последние 20 лет долго-долго не мог стоять на маленьких уровнях, он постоянно рос. И за последние, ну давайте возьмем с 98 года, это получается 23, уже почти 24 года, рубль вырос практически в 12 раз. И с 6 рублей до 72 в 12 раз. И в азиатских странах любят тоже девальвировать свою валюту. Однако же, в том случае, когда, о том случае, о котором рассказывает автор, никто не ждал такой быстрой девальвации. И за счет того, что были неправильно составлены контракты на это самое хеджирование, компании потеряли и неправильно были составлены, опять же, с точки зрения покупателя этих деривативов, то есть той компании, которая хотела защитить себя от рисков. Они купили этот дериватив у финансового посредника. И оказалось, что они в результате девальвации валюты вынуждены были этому финансовому посреднику платить очень большие деньги. И на этом заработал финансовый посредник. И он очень, как вот автор рассказывает, это финансовый посредник приложил очень много усилий для того, чтобы контракт был заключен именно на таких условиях. Видимо, предвидя свою будущую прибыль. И в качестве небольшого вывода зачитаю такой текст. С производными финансовыми инструментами нужно быть предельно осторожными. Они помогают хеджировать риски, создавать виртуальный капитал. Но чаще люди, помимо использования основных функций деривативов, хотят еще извлечь прибыль. Однако возникает неувязка. Если кто-то деньги зарабатывает, то кто-то их теряет. Некто приходит на рынок с большим желанием заработать на деривативов и множеством неизвестных-неизвестных. И разговор о известных-известных, о известных-неизвестных, неизвестных-известных и неизвестных-неизвестных Отсылает нас к квадрату научения, квадрату получения знаний, где мы встречаемся с неосознанным незнанием, осознанным незнанием, осознанным знанием и неосознанным знанием. Когда проходя через эти четыре квадрата, мы вначале не знаем о том, что конкретно мы не знаем, потом мы знаем о том, что мы не знаем, потом мы знаем о том, что мы знаем, а потом мы не знаем о том, о чем мы знаем. Достаточно сложная концепция, но если подумать над ней хотя бы пару дней или недель и вспомнить свой путь к знаниям, то вы наверняка найдете примеры в своей жизни. Однако я продолжу отзыв о книге. И на рынке деривативов присутствуют куда более опытные игроки, которые хотят делать деньги за счет клиентов и за счет друг друга. Очень хочется верить, что воображаемый некто, и этому некто хочется верить, что он очень быстро сможет заработать деньги на рынке деривативов за счет других. И вступающие в мир деривативов компании, бывает, полагаются на рекомендации дилеров. Дилеры более сведущие, имеют больше опыта и компетентности в этом вопросе, поскольку работают в этой сфере и специализируются на деривативах, и многое повидали. Однако источник их прибыли – это их клиенты. А клиенты – это те самые компании, которые хотят попробовать деривативы. Слушать советы тех, кто делает на ком-то деньги, то есть для этих компаний, которые пришли к дилеру, и слушают советы дилеров, что может быть глупее, как слушать того, кто хочет заработать на тебе деньги. Это был краткий отзыв и обзор на книгу «Трейдеры, пушки и деньги. Известные и неизвестные в сверкающем мире деривативов». Автор Сат Яжит Дас. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчики уведомления. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok